Как добиться успеха на ютубе отшедшего? Тихо, 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 тихо! Как добиться успеха на ютубе? Сейчас щедший расскажет. Отдавать на ютубе? Как быстро вырастить канал? Как набрать первые 100 тысяч подписчиков? Господи, он даже сюда влез. Почти что каждый... А, кстати, а Войтенко, он что сейчас делает? Интересно. Да и добившийся хоть какой-то узнаваемости человек, считает своим долгом сделать ролик о том, как прийти к успеху. Я исключением не стану, и сразу всё обломаю. Никак. Начнём с того, что успех – понятие растяжимое. Кто-то будет считать себя успешным с тысячу подписчиков. Нет, я, короче, когда был маленький, я считал, что успех – это, знаете, вот зима, вы идёте к огромному сугробу, и хотите пассать. И если у вас получается до конца нарисовать слово «хуй», ну, написать в данном случае, то это успех, потому что тогда мочи не хватает. Вот это реально успех. Потом я вырос и перешёл на детей. Ой, в смысле, блядь. Не в этом смысле, короче, осуждаю. Осуждаю в конце, не знаю, зачем я это сказал. Зачем? Не знаю, зачем я это сказал. Просто осуждаю. В смысле, в детский сад захотел работать пойти. Кому-то не хватит миллиона, кто-то ставит на первое место деньги, кто-то контент, кому-то важна зрительская активность, кому-то лишь количество подписчиков. Кто-то вообще практически ничего не собирает, но продолжает оставаться актуальным исключительно за счёт частого упоминания среди других ютуберов. Ой, это я! Чего, блядь? Но продолжает оставаться актуальным исключительно за счёт частого упоминания среди других ютуберов. Да-да-да-да, это из-за меня. Артём Граф, это из-за меня он популярен. Да, ты всё правильно сказал. Это я из-за меня. Благодаря мне, Артём Граф популярен. Да, потому что я делаю нарезки, да-да, и причём, кстати, я это по контракту делаю. У меня Артём Граф деньги платит за это, если кто не знает. У меня контракт с ним. Ютуберов. Короче говоря, успех определяется только вашей целью, а за просмотрами гонится далеко не каждый. Даже если у человека всего 200 подписчиков, не тысяч, а просто 200, при этом его всё устраивает, и может он как раз-таки стремился к тому, чтобы собрать вокруг себя маленькое и ламповое комьюнити, это тоже можно назвать успехом. Даже если мы возьмём общепринятое понимание успеха, мол, чем ты известнее и больше зарабатываешь, тем круче, даже так чёткой формулой его достижения вам никто не даст. Ну это, кстати, правда на самом-то деле. Ну что для тебя успех? Ну вот ты сидишь, у тебя маленькая компания, и тебе охуенно, ну в теории это успех же. Ну вот правда. Любой, кто сидит на Ютубе хотя бы 5 лет, следил за блогерами, тем, как они становились известными, скажет, что это... Спасательные детей. Да блядь! Почти целиком зависит от везения. Сам знаю множество примеров, когда люди вкладываются, стараются делать ролики доступными, парятся над качеством картинки, звука, говорят о чём-то интересном и собирают вот столько просмотров за 5 лет. Люди, животные, фашизм, ватализм... Ходи по ссылке и используй мой промокод. Конечно же при наличии свободного времени и денег. Так вот, секрета гарантированного успеха нет, зато есть несколько вещей, усвоив которые, вы достигнете его с большей вероятностью. Спамьте роликами с самого начала. Если вы только пришли на Ютуб, ползунок с качеством должен быть выкручен на минимум, а количеством на максимум. Это, кстати, факт. Вот это факт. Согласен полностью, факт. Ебажьте видео каждый, а лучше и по 2 раза в день. Не больше трёх, не больше трёх, потому что, я помню, мне как-то Майнкрафтеры говорили, что если ты выкладываешь четвёртое видео в день, там то ли уведомления не приходят, то ли их меньше приходят, то ли ещё что-то. Поэтому не больше трёх раз в день это 100%. Но может что-то поменяли, поэтому 2 раза лучше наверняка. Это, по сути, инвестиция в своё будущее. Если вы не будете трудолюбивым с самого начала, с огромной вероятностью не наберёте аудиторию и в будущем можете класть хуй на проверку информации. Булки на 4 раза в день. Ну, может поменялись при 4, я хуй знаю. Пытаж, звук и качество превьюшек. Главное, чтобы вас можно было понять и очень... Ну, я говорю, вот в теме, я говорю, если хотите узнать что-то про алгоритмы Ютуба, как, что работает с точки зрения спама, ребята, интересуйтесь вот этого именно у летсплейщиков этим вопросом. Они реально дохренища знают, я не рофлю, они прошаренные в этом всём. Очень важны. Вот чуваки там по типу меня, шедшего, короче, другие ребята, которые укладывают там ролик раз в неделю, может там... Ну, максимум 2 раза в неделю это прям вообще уже вау, хуеть-то заработался. Ээээ, ну, мы... Ну, я не знаю, что мы... Мы максимум про удержание расскажем, вот правда. А вот остальные всякие вот всякие мелочи, спрашивайте, лосплейщиков, они этим болеют. Не, я помню, короче, мне Келли рассказал такую штуку, с чего я, кстати, охуел. Типа, ты можешь выложить, короче, какой-то ролик, прям херовенький, маленький херовенький ролик, чтобы удержание было у него очень плохое, и оно специально не зашло. Поняли, да? А потом ты выкладываешь большой крутой ролик, и YouTube будет думать, что капец ты, ну, исправился, и статистика у тебя выше обычного. Что начнёт этот ролик жёстко продвигать. Ну, я не знаю, насколько это правда, но, допустим, у меня вот так ролик по КС-2 зашёл на полмиллиона. К примеру, я выложил рекламный ролик перед ним, там было отвратительное удержание, там просмотров мало, сто тысяч, по-моему, и еле набралось. Потом, получается, я выкладываю КС-2 там на 20 минут, и всё, бац, полетел вверх. Поэтому, кому интересно, можете опробовать эту схему, хз. Помнит, но на тот момент она реально сильно меня бустанула и дала началь... Ну да, КС-2 хайповая тема, плюс ещё вот эта история с удержанием, понял? На аудиторию в виде пяти тысяч подписчиков. Пяти тысяч подписчиков, которые стали постоянной аудиторией и продвигали уже остальной контент. Выпуская ролик, считайте, вы покупаете лотерейный билет. Если вы будете делать это раз в месяц, шансы на победу, а в нашем случае на то, что ты высветишься в рекомендациях, сведутся в ноль. Если же вы купите 30 билетов, то есть выпустите 30 роликов за месяц, то и шансы на выигрыш... Да, это факт, это факт. Я именно по этой теме, короче, начал херачить вообще куда можно. То есть, ну, Ютуб, я, грубо говоря, делаю всё то же самое. А вот со стримами каждый день, в тиктоке каждый день, с музыкой тоже. То есть, я стараюсь делать так, чтобы меня, короче, везде могли это увидеть. Короче, я вчера сидел в тиктоке, и там, короче, какие-то челы уже... Короче, какие-то рандомные челы начали выкладывать нарезки со мной. То есть, раньше там выкладывал только нарезка из тинта Кирюха. А сейчас начали выкладывать, получается, вообще рандомные типы. Я такой, нихуя себе. Я причём... Чё угарнул-то? Я зашёл к одному и читаю комменты. И там, короче, ну, обычный душнилок, короче, такой, бля, ебать, он орёт нахуй. Типа, всегда орёт и матюкается, чисто на этом вывозит. Я такой, думаю, блядь, типа, что? Он говорит, он всегда заходил... Я всегда зашёл к нему на стрим, он там, типа, долбоёб, всегда орёт. Я думаю, ебать, каждую секунду ору. Вообще, безостановочно. Но рофл в том, что потом с ним какой-то чёл вступил, получается, в диалог, и начал с ним разговаривать на всю эту тему. И чёл такой говорит, Дэстинт поднялся на новостях из ТикТока. Я такой, ебать, я их создал, поняли? То есть, я уже задел ту аудиторию, которая меня узнала вообще из той темы, которую я даже, ну, не хотел. То есть, это работает, понимаете, ребята? Это реально работает. ТикТок, стрим, Ютуб, музыка. То есть, люди узнают абсолютно со всех направлений и собираются вместе. Причём, самое забавное, что они, ну, наверное, охуевают с этого, с контраста. Потому что, давайте объективно. На Ютубе один контент. Я считаю, такой более смежный между ТикТоком и стримами, потому что там есть рофлы, тоже клоунада. На стримах он ли клоунада иногда душка? Ну, то есть, ну, тоже что-то смежное с Ютубом, но больше клоунада, потому что здесь более живой, и это очевидно, что здесь такое будет. И ТикТоки у нас просто новости сухие, изредка какие-то приколы. Ну, просто шутеечка там такая. А, сегодня Путин сказал, что с выходной. И такой, вот бы выходной был всегда. Вот типа КВН-щина, не больше. И понимаете, когда все собираются они вместе, они охуевают с того, что там вообще контента дохуя, и каждый по-своему сделан. Вопрос, где настоящий? Везде, сука, настоящий. Просто где-то это фильтруется. То есть, скажем так, вот когда берете вы бревно, начинаете же его стругать, вы делаете сами себе ему форму. Но это все равно будет бревно. Да, ребят? Я не к тому, что я бревно, если чё. В сложности в качестве автора я сижу на ютубе лет восемь. За это время поменял много форматов, но дальше нескольких тысяч подписчиков дело не шло. Все пошло в гору только после того, как ролики начали выходить каждый день. Открыв любое мое видео двухгодичной давности и попытавшись сравнить его с тем, что выходит сейчас. Не факт, если у тебя есть аудитория, то ты можешь и раз в месяц видео выложить и просмотреть больше, например, тот же Утопия и Топлес. А причем ты вообще привел контент другого формата. Вообще абсолютно другого формата. Большое спасибо за подписочку, брат. Ты привел контент, который является научпопом, где чуваки выкладывают часовые ролики или какие-то большие. И вообще немножко другого направления. А я все равно ходишь-не ходишь в таком полугейминге. Даже не в полугейминге, я в гейминге. Я гей. Сейчас вы охуеете от разницы. И дело не в том, что я постепенно развивался. Нет. Создавать ролики на нынешнем уровне я мог и тогда. Просто в таком случае мне бы пришлось тратить на озвучку не 5 минут, а полчаса. Тратить на монтаж не час, а день. Вдумчиво писать текст, вместо того, чтобы калякать его за минут 20. Само собой, это бы ударило и по продуктивности, чего на первых этапах допускать ни в коем случае нельзя. Постепенно, когда подписчики уже придут, ползунок с качеством можно подкрутить. Это факт. Но даже так лучше соблюдать баланс. Выпуская ролики часто, но хуёво, вы застопоритесь на одном количестве подписчиков. Выпуская ролики редко, но охуенно, рискуете быть забытым. Ютуб, конечно, знает исключения из этого правила, но они встречаются слишком редко. Забейте на ваш голос. Вот реально... Вот, кстати, с голосом я многим посоветую реально забейте. Потому что очень много кто комплексует по поводу голоса и думают. Ля, капец, я вообще дурачок. Я... У меня голос там писклявый. Или, допустим, там, не знаю, слишком басистый. Либо еще какие-то проблемы с речью. Ля, ребят, у меня огромные проблемы с речью были тогда. Сейчас вы их практически не замечаете. Я недавно пересмотрел, короче, свои старые, получается, стримы, ролики, вот, которые просто в лайве. Капец, там вообще меня понять невозможно. Сейчас уже намного лучше. То есть я, да, я иногда до сих пор какие-то слова проглатываю. Есть словесный понос. Ну, это уже отдельная история. Но все равно, все равно стало лучше. И так много, много у кого, между прочим. Поэтому, ребята, просто забейте и развивайтесь. Я вообще, я же, вы знаете, я вообще начал стримить. Сейчас вы охуеете. Только для того, чтобы решить проблему с речью. Потому что мне нужно было часто говорить, часто читать, что-то говорить с выражением. И поэтому я начал стримить. Сейчас это переросло вот так вот получилось. Открывая ролики некоторых начинающих ютуберов, так и появляется желание сказать. Не хочешь срать, не мучай жопу. Они то его понижают, то повышают, то пытаются общаться на придыхании, подражая актерам озвучке. Кем вы, блядь, хотите показаться? Лучше не стало. Да, блядь, лучше стало. Че ты врешься? Этими мовами вы только отталкиваете слушателя. В процентах 90 случаев срать всем на то, как вы брутально разговариваете. Если вы считаете, что у голоса... Ну, вы пишите, что нет. Я зато точно знаю, что лучше, потому что я умею себя сравнивать. ...то есть аномальные свойства и в зависимости от тембра вас будут воспринимать иначе. Слушайте поменьше коучей с ютуба. Дикция и умение расставлять акценты на нужные слова вот все, что вам нужно. Пока вы говорите... Это, кстати, факт. Придите внятно и можете грамотно подчеркнуть нужное слово в предложении, вас уже будет интересно слушать. Не обязательно. Кстати, еще есть отдельные примеры, когда чуваков ты сидишь, слушаешь, а они половину слов просто-напросто проглатывают. К примеру, тот же самый Райс. Блядь, я его очень люблю, очень хрозоматичный чел, без вопросов. Но чувака иногда слушаешь, и у него половину слов проглатываются, потому что он очень быстро тараторит, и вот так получается. И это очень часто. Ну, пацанчик чисто на харизме топит. Ну и че? Поэтому есть исключения из правил. Кто еще как Райс? Ну, всякие, наверное, пацанчики, которые, этот, типа, пародируют с Лидена, наверное, очень много. У них такая проблема есть, потому что они как раз пародируют в речи, и поэтому они как будто специально коверкают слова. Возьмите своих зрителей в заложники. Не, я в роликах нормально говорю. В роликах я прям проговариваю каждое слово, так что не надо. Это на стримах я могу проебаться где-то, а в роликах я проговариваю каждую секунду. Буквально. Лишмитов... Чучок говорил, правда? Будет интересно слушать. Возьмите своих зрителей в заложники. А, так это херня вопрос, сейчас сделаем. Не буквально, лишь метафорически. Не-не, я бы взял их в заложники. Их надо сделать заложниками вашего канала, а уже для этого их надо привязать не к роликам, а себе. Если вы составите топ-10 самых высоких зданий на планете, и будете в тупую перечисля... Ну всё, ребята, идите ко мне, я вас привяжу к себе. Будете со мной. Пять шанхайскую башню... Чё пишете го? ...шню, бурж-халифу... А ты чё пишешь зэ? То никому нахер не упадёте. Не, просмотров-то, может, и соберёте. Скорее всего, даже подпишите несколько тысяч людей. Вот только есть один моментик. Эти люди подпишутся на ролик, а не вас. Это хорошо подтверждается каналами, где выкладывается серая подборка фактов. А-ля топ-5 самых больших животных. Кликай, иначе твоя мать умрёт. Просмотров на популярнейших видео до хера, а вот активности на новых, как мышка насрала, доходит до того, что на канале с 16 миллионами подписчиков ролики в лучшем случае собирают 12 тысяч. Чтобы с вами не поп... Да, они просто ждут популярную тему и не более. Вторилось то же самое, достаточно запомнить один простой лайфхак. Будьте с подписчиками на ты. Не стоит делать ролики излишне официальными. Добавляйте шутки, мат, и самое важное, пытайтесь как можно чаще говорить о себе. При таком раскладе даже топы будут вас раскрывать. Короче, ребята, будьте стримерами. Серьёзно, хотите привязать себе аудиторию, становитесь стримерами. Это самое лёгкое, что может быть. Сначала начинаете на ютубе, набираете аудиторию, и переходите в стриминг, и всё. Ничего не мешает выложить список самых высоких людей на планете, и в этом же видео сказать, например, про свой рост. Мелочь о сидящем и по ту сторону экрана приятна. Ну, кстати, согласен, в принципе, так и надо. Обывателю нравится, когда с ним откровенничают, рассказывают истории из жизни, добавляют, что... А почему вам не нравится? Я когда рассказываю вам историю, вы постоянно пишите мерзость, херня, ты долбоёб тупой. А почему вам не нравится? Я вам говорю, что вы говорите мерзость. Фу, Макс, ты вообще фрик. У тебя хуйня истории. Так чё вы слушаете их? Что-то личное, потому что после этого он начинает выстраивать твой образ. Если же этот образ достаточно интересный, со временем твои видео начнут собирать хорошие просмотры не из-за хайповых тем, а из-за того, что их... Ты рассказываешь постоянно, как где-то нассал. Ну и чё? Ты что, виноват, что я часто писаю? Автор ты. Зио хороший тому примеру. Настолько хороший, что ролики, в которых он кого-то критикует, собирают почти в 20 раз больше критикуемого. Наверное, половина из тех, кто кликнул на это видео, в душе не ебало, кто такой Виталий Дан. Кстати, возможно, на самом деле. Но поскольку обзор выложил не абы кто, а Зио, ещё и без малого на 2 часа, ну, наверное, вышло... Ну, кстати, как будто возможно. Что-то интересное. Дай-ка классно. Я не из тех, кто считает, что автор может заебать. Может заебать лишь его однотипный контент. Если же он экспериментирует, умеет в перформансе, то... Я не могу, ребята. Я не могу в перформанс. Ну, про пирожок у Плани на шоу было лишним. Я, кстати, поэтому подписался на тебя. Ну, иногда я в перформанс могу. Должит оставаться на плаву. Знаю, это не обо мне, но просто вам на заметку. Неспроста практически все известные блогеры, нарциссы, любящие поболтать о себе. Я обожаю, я обожаю разговаривать о себе. Потому что я охренительный. Я охренительный, красивый, умный, талантливый, сексуальный, накачанный, да и вообще самый лучший парень на свете. Я не знаю, вот говорю, мне кажется, в Америке вот это, знаете, есть монумент Линкольна, или как он называется, просто вот можно его сносить и меня туда ставить, только цилиндр мне нацепить на голову. В смысле ты чмо? Нееет! Что не мешает, а наоборот помогает собирать им миллионные просмотры. Откровенность вкупе с уникальностью это взрывное комбо. Делая ролики о чем-то, что не делали до вас, или делали, но очень редко, у вас уже появляются большие шансы на взлет. Когда к этому добавляется ваша открытость, шансы возрастают вдвойне. Выстраивается образ трушного паренька, эдакого своего, а к таким очень легко привязываются. Даже если зритель захочет прекратить вас смотреть, например, из-за какого-то зашквара, то не сможет, ибо уже привык. Интересно же глянуть, что он там выпустил. При этом важно пони... Ха-ха, вот поэтому я постоянно смотрю, да, ребят? ...нимать грань... Каждый стрим вы думаете, господи, нахера я его смотрю, а дальше, бля, интересно. ...и не превращаться в послушную собачку собственных подписчиков. Помните, что на своем канале вы... Чё вы пишете, да, напишите, нет, скажите, вы просто меня любите сильно. Ох, вот ты тварь. Вы хозяин. Аудитория никогда не должна стоять выше, иначе быстро сядет вам на шею. Факт, факт. Аудитория должна быть всегда под ногами. Присмыкаться передо мной, великим стримером. Это ты правильно говоришь. Аудитория должна присмыкаться. Проехать... Уважаемый автор канала. В смысле нет? Ну чё, оху, я щас забаню всех. Вы решаете, какие ролики вам выкладывать, в каком количестве, сколько матершины в них добавлять, какую политическую позицию высказывать, и кого... Иди нахуй! ... будете рекламировать. Если появляется, блядь, смеющее требовать от вас не матюкаться, потому что у него, видите ли, нет наушников, а мама стоит рядом и может надрать уши, шлите нахуй. Блядь, просто напиши «Пошёл к хуям!» Я не знаю, я не знаю. Пошёл к хуям! Да, прям так. Чем грубее, тем быстрее доходит. Ну и, кстати, раз... Пошёл к хуям! ... на то пошло. Старайтесь не выставлять себя лучше, чем есть. Тут даже добавить нечего. Этот совет работает из... А я не могу, даже так как я есть, выставить себя. Я постоянно... Я постоянно себя в плохом свете выставляю. У меня какой-то, говорю, у меня скилл выставлять себя в плохом свете. Я не могу нормально. То есть, вот я знаю... Смотри на себя в зеркало, думаю, ну, блин, Макс, ты же нормальный пацанчик. Сразу сажусь, я какую-то херню поищу, говорю, я не знаю. У меня, наоборот, хуже, чем получ... Хуже, чем есть. У меня, короче, наверное, какая-то заниженная самооценка, поэтому я себя хуже показываю всегда. И за пределами Ютуба. Куда бы вы не полезли, не пытайтесь строить из себя быка, будучи овцой. Без преподнесения не будет и требований. Не пизди о том, насколько стараешься над своими роликами, если не в состоянии убрать каймы с картинки. Не пытайся выёбываться на власть, если с радостью возьмёшь деньги за рекламу московского парка. Так и чё? Так это, наоборот, правильно. Ты выёбываешься на парк для того, чтобы тебя быстрее власть заметила и взяла рекламу. Ты, Господи, ты чё, не знаешь таких базовых вещей? Пизди на кого-то, чтобы тебя быстрее заметили. И тогда купят рекламу быстрее. Не заявляй, что ценишь доверие подписчиков, в следующую минуту рекламируя рулетку с недельным существованием. Парень-мач не такой, кстати. Говори, короче говоря, от того, в чём не до конца уверен. Хрен тебе, что после этого предъявят. Подобно Сатору Годжу, вы создадите вокруг себя защитный барьер, а доводы ваших разоблачителей будут сродни прикосновениям того проклятия. Какой же у него пиздатый дизайн. Честная мразь будет цениться куда сильнее притворного добряка. Единственное, что... Вот видите, я главная мразь, поэтому меня все любят. На всех гоню. Я вообще червь, понимаете? Но никто не захочет этого червя давить, потому что от червя сильно воняет. Не то чтобы я говно. Ладно, я говно. Вас ограничивает правила Ютуба, законодательство... Я шеф мразей, я шеф мразей. ...вои стороны и собственные принципы. Как ни странно, больше всего шансов стать известным именно у тех, кто остаётся самим собой. Минимализируйте официальность, побольше обсуждайте чего-то необычного. А почему тебя туда же модеры попускают? Потому что они охеревшие твари. Они не могут ценить то, что была им дана модерка. Это великое... Я их по сути сделал святыми, понимаешь, в чате. У них меч, они... Они архангелы. И спамьте своими роликами настолько часто, насколько можете. Соблюдая всё это, у вас хоть и не будет гарантии, но появится реальная возможность чего-то достичь. Целую. Всех вас. А, всё? К какому выводу мы пришли, ребята, посмотрев этот ролик? Что ты, мразь? Спасибо, блядь, я тебя понял. Как же прикольно быть идиотом На чужих ошибках я не учусь Валяюсь в постели по похмельным субботам Хоть всё болит, но не пойду к врачу